Неугодным для администрации стал сюжет о строительстве корододрома, который вышел в эфир программы «Новости ночи Баксарска» от 8 сентября 2016 года. Причем нарочно не придумаешь. Тогда, в 2012 году, Игорь Калиниченко, будучи первым заместителем главы администрации, сам подписал и согласовал разрешение на строительство. Но при этом сейчас руководство города утверждает, что никакого разрешения не было, а законное соглашение называют всего лишь соглашением о намерениях. Журналист, по их мнению, этими несколькими предложениями ударил по репутации администрации города. Также и суд утверждает, что высказывания журналиста порочат деловой имидж власти, показывая непоследовательность их действий, а значит, сильно подрывают доверие горожан. Это говорит, получается, что глава администрации, будучи даже первым заместителем, он недобросовестнее исполнял свои обязанности. Вчера он подписал, а сегодня говорит, что не подписывал. Стоит отметить, что для кордодрома, площадки для запуска моделей самолетов, такой документ не требуется, так как это не объект капитального строительства, а всего лишь объект вспомогательного назначения. Но Чебоксарское кабельное телевидение утверждает, что под словосочетанием «разрешение на строительство» имелся в виду ряд разрешительных документов, то есть не имелся в виду какой-либо конкретный документ. Администрация не могла выдавать это разрешение и не выдавала это разрешение строительства. И разрешением на строительство являются все эти вышеперечисленные документы. Это схема размещения земельного участка, на которой красуется подпись в то время первого заместителя руководителя администрации Калиниченко и скрепленная печатью администрации. Также доверенные лица АТСА утверждают, что последствия видеосюжета оказались пагубными для властей. Поступали негативные комментарии. Видимо, не замечая, что масса публикаций и сюжетов были выпущены в рамках резонансного вопроса о кордодроме еще до сентября. Различные интернет-издания республики не раз, до и после выпуска сюжета в программе «Новости на Учебоксарске» писали разгромительные статьи в адрес властей города Спутника. Но что называется, под пушечный расстрел попалось лишь близлежащее телевидение, которое, стоит отметить, никогда не порочило репутацию властей и всегда объективно отражает деятельность не раз сменявших друг друга сети менеджеров. Судебный процесс еще не завершился. К рассмотрению дела было решено привлечь дополнительных свидетелей. Руководителя авиамодельного кружка, директора спортивной школы и директора Центра детского творчества. Следующее заседание состоится 16 марта. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости на Учебоксарска. Продолжение следует... Продолжение следует...